Дорогие коллеги, мы с вами начинаем работу. Запись включена, запись идет, все в порядке. Слышно меня хорошо, да? Никаких дополнительных фонов нет. Да, все хорошо. Отлично, спасибо большое. Итак, мы с вами сегодня говорим о том, чем, собственно говоря, во-первых, о том, чем, собственно, курсовая отличается от научной статьи, а во-вторых, о том, что происходит с публикацией. В первую очередь мы говорим про студенческие публикации, то есть как публикации людей, которые только-только начинают свою научную работу. Вот что с ними происходит, когда в какой-то момент человек решает, что вот его исследование должно быть опубликовано по какой-то причине. Про причины мы тоже с вами поговорим. Итак, собственно говоря, я с самого начала немножко вернусь к тому, о чем говорил на самых первых своих выступлениях Александр Владимирович, о том, что курсовая работа – это в первую очередь квалификационная работа. Это работа, в которой студент или аспирант показывает, что он умеет проводить научный поиск, который приводит к какому-либо результату, что он делает это квалифицированно, что он умеет пользоваться методами, что он умеет написать об этом какой-то текст, поскольку мы существуем в той культуре, в которой предполагается, что любой научный результат должен быть изложен в виде текста. Если это не текст, то тогда то, о чем я говорю, не будет иметь к нам отношения. То есть это текст. И в курсовой работе, несмотря на то, что вы прописываете всегда и актуальность, и научную новизну, и цели задачи, и результаты, и все что угодно, но в любом случае мы не всегда претендуем на то, что у курсовой работы есть какой-то сложный научный результат. Именно вот как какое-то достижение, которого не было. Это обязательно должно быть в кандидатской диссертации, потому что кандидатская диссертация также предполагает, что вы умеете вести квалификационное исследование, но что результат этого исследования кому-то уже нужен. То есть он уже важен, он уже имеет какое-то значение, помимо того, что вот этот человек может излагать какие-то идеи. Поэтому к аспирантам это относится в меньшей степени, но в любом случае квалификационная работа – это работа, которая показывает вашу квалификацию. Но в какой-то момент вы сталкиваетесь с тем, что вам нужно не просто писать курсовую работу, вам хочется или вам по какой-то причине нужно облечь этот результат в научную статью, которая будет опубликована. Давайте сразу оговоримся, что когда мы говорим про статью, это обязательно текст, письменный текст, который должен быть опубликован. То есть если вы пишете какие-то заметки для себя, если вы пишете, в принципе, что-то в жанре путевого дневника, еще что-то, не намереваясь это опубликовать, это не статья, потому что статья имеет, мы дальше об этом поговорим, имеет четкую структуру, она имеет свои собственные цели, задачи, и это текст, который исходно пишется для того, чтобы быть опубликованным. Поэтому лучше с самого начала делать его так, чтобы его можно было нормально опубликовать. То есть я об этом тоже скажу дальше. Как это, собственно, лучше сделать? С самого начала, еще до того, как вы начали писать статью, имейте в виду, что вам нужно будет сразу сделать текст, который будет публикабельным. Вы удивитесь, у какого количества людей это вызывает чувство глубокого недоумения, когда они понимают, что вообще не всякий письменный текст может быть опубликован в виде статьи. Я здесь буду говорить не столько даже как доцент Вышки, сколько как ответственный секретарь журнала, а как человек, который каждый день сталкивается с большим количеством материалов, которые поступают и в наш журнал, и не только в наш, и очень много из них изначально не являются статьей. Собственно говоря, это письменный текст, повторюсь, который содержит результаты некоторого исследования. Очень много статей не содержит никаких результатов. В них нет ничего. Они не очень отличаются, хотя по форме это статья, но по содержанию они не очень отличаются от какого-нибудь реферата, где просто пересказаны некоторые идеи, и, собственно, нет ничего. После чтения такой статьи ты задаешься вопросом о том, а что вы сделали, в чем ваш основной результат. Я думаю, что вы все слышали этот вопрос на защитах курсовых работ. Он там озвучивается, кто-то и на защитах ВКР уже, он там озвучивается постоянно, но он может быть задан не только к курсовой или к ВКР, и, собственно, к статье он тоже задается постоянно. Мы помним, что в статье должно быть что-то сказано. Это некоторые связанные высказывания, некоторое авторское произведение, в котором есть какая-то идея. Соответственно, эти результаты должны быть достигнуты с использованием некоторого метода. И третье, не менее важное, они должны быть изложены в приемлемой для публикации форме. Собственно, это вот то, на чем ломаются очень многие люди. Результаты должны быть обязательно изложены в приемлемой форме. Если вы просто говорите о том, что вот мы провели исследование, и, значит, мы такие замечательные, мы, значит, сделали так много, и вот давайте мы вам еще расскажем какой-нибудь анекдот и еще что-нибудь, и здесь пошутим, а здесь что-нибудь употребим, какую-нибудь интересную обсценную лексику. Это неприемлемая для публикации форма. В качестве небольшой подсказки, о которой я еще сто раз потом скажу, приемлемая для публикации форма озвучена на сайте журнала. Это штука, которой никогда нельзя пренебрегать, потому что требования могут настолько различаться от журнала к журналу, что вы можете иногда сильно удивиться тому, что считается приемлемым в одном месте и что будет абсолютно неприемлемо в другом. Собственно, третья важная идея, связанная с этим, это то, что когда мы вам, ну и я, и Александр Владимирович, говорили о том, что в курсовой работе одна идея – это одна глава, собственно, следующая идея, которую вы хотите высказать – это следующая глава. Так вот, как правило, статья должна быть содержать одну внятно сформулированную идею. Не надо больше. Если будет больше, скорее всего, это будет не очень хорошая статья. Я потом дальше скажу, почему. Я все время пытаюсь переключить следующий слайд, у меня не получается. Итак, второй момент, который нам нужно иметь в виду, это то, что статьи бывают разные. Собственно говоря, они, как те кролики, все разные. Их можно различать по… Их можно делить по разным основаниям. Самый для нас с вами релевантный вид статьи – это научно-теоретическая статья. То есть это некоторое теоретическое исследование, какая-то теоретическая разработка, которая изложена, тем не менее, в доступной форме. Потому что предполагается, что статью читают не только люди, которые суперхорошо разбираются в какой-то теме, но и те, кому она в принципе может быть интересна. И вот здесь тоже очень важно всегда смотреть на сайт журнала, в который вы собираетесь отдавать свою статью, чтобы понять, насколько сложным языком должна быть написана статья. Второй тип статьи – это научно-практическая. Я ее здесь упоминаю, потому что, может быть, нас потом будут смотреть не только философы. это штука, которая предполагает корректное описание проведенных вами экспериментальных исследований. И там я просто скажу потом, где лучше будет посмотреть пример того, как это должно быть сделано. В такой статье всегда должно быть корректно описано, как именно вы проводили свое исследование. То есть, если это работа с респондентами, то, собственно, как формировалась выборка, какая методология, как подсчитывали результат. Если это какой-то эксперимент, как проводилось ослепление и так далее, и так далее. То есть, это все очень важно. Третий, очень важный для нас с вами вид исследований, вероятно, вы с ним уже сталкивались, это так называемые обзорные исследования. Это результат того, что вы пишете в главах о теоретической разработанности темы. То есть, здесь описывается все, или более-менее все, что сказали авторы на интересующую вас тему. Для нас с вами это очень полезная вещь, потому что все вы пишете это в курсовой работе, аспиранты это пишут в своих диссертациях обязательно. И невероятно удачно бывает, когда ты находишь какую-то статью, в которой уже в принципе изложены все современные дискуссии на твою тему. Потому что ты можешь просто сослаться на эту статью, сказать, что вот она есть, и не тратить на это время и место в своем собственном исследовании. Очень хорошо, что пишутся такие работы, и иногда они выделяются просто как бы в такой отдельный жанр аналитической статьи. Когда будем говорить про структуру статьи, я тоже скажу про это исследование. Статьи могут быть строго аналитические, то есть в тех, в которых используется исключительно строгий научный язык с использованием большого количества специальных определений и терминологии. И есть такие научно-публицистические по стилистике статьи, в которых в принципе можно писать таким более свободным языком, может быть какой-то эмоциональный подтекст, и в принципе которые рассчитаны на более широкую аудиторию. Довольно большое количество современных российских журналов идет именно этим путем. Этого много в гуманитарных специальностях, этого сильно меньше, скажем, у физиков, у медиков и даже у социологов. То есть для нас с вами это более-менее приемлемо. Но опять же, всегда имейте в виду, что есть журналы, в которых так писать нельзя. И если вы подаете статью и вас просят поправить стилистику, потому что это не научный стиль, то имейте в виду, что если вы хотите остаться и опубликоваться в этом журнале, то вам нужно будет переписать статью так, как об этом просят редакторы. Потому что иначе вам откажут, и это будет легитимный аргумент для отказа. Итак, собственно говоря, самое простое, очевидное и самое интересное и то, что, как ни странно, вызывает очень большое количество вопросов у тех, кто присылает статьи. Собственно говоря, в целом структура статьи подчиняется самой логике изложения материала и требованиям журнала, в котором планируется публикация. Поэтому совет, который я буду повторять постоянно, подавая статью в журнал, посмотрите, какие требования предъявляются не только к комплекту рукописи, то есть к тому, что там должно быть, там сопроводительное письмо, там файл с информационной карточкой автора, сам текст отдельно, в каком формате и так далее, но и к тому, что там написано про содержание статьи. Если об этом на сайте журнала ничего не сказано, загляните в публикации в этом журнале, если они есть в открытом доступе. Скорее всего, хотя бы аннотации есть. Ну и найдите что-нибудь. Просто чтобы понимать, как должна выглядеть статья. Собственно, заглавие статьи, название, а то, что отражает основную идею статьи, глядя на которое, вы должны понять, о чем будет этот текст. Абстракт, который пишется в последнюю очередь всегда после завершения статьи, это очень важная штука, не пренебрегайте им, пожалуйста, никогда. У нас в нашей российской культуре научных публикаций принято, к сожалению, что аннотации, там либо куции маленькие, там на 50-100 слов, ну 100-то уже много, на 50 слов, и написаны они, ну, как бы, я даже не знаю, как это назвать, ну, чтобы отвязались, скажем так. Прочитав эту аннотацию, ничего нельзя сказать о статье. Но, вообще-то, в довольно большом количестве зарубежных журналов, и, кстати, в некоторых наших, на сайте выложены именно аннотации, именно, ну, для зарубежных, именно абстракты. И, прочитав его, вы должны понять, о чем будет эта статья. То есть, это очень краткий реферат этого текста. Краткий, опять же, потому что в большинстве журналов есть рекомендуемое и минимальное, максимальное количество слов, которые, и символов, которые должна содержать аннотация. То есть, для того, чтобы человек, который ищет что-то по своей теме, нашел вашу статью, посмотрел абстракт, захотел прочитать всю статью, сослаться на нее, он должен, вот по самой аннотации понять, что это хороший текст, который ему пригодится. Потому что, забегая вперед, и, собственно, об этом будет говорить Лариса Александровна во многом через две недели, для нас с вами важно не только опубликовать статью, но и то, чтобы ее кто-то прочитал, и кто-то потом захотел на нее сослаться, счел ее полезным. И вот если у нее будет плохая невыразительная аннотация, эту статью, скорее всего, отметут как мусор, который не интересен. Ну, очередная публикация по теме. Очень удачно, если ваша статья, в принципе, единственная по этой теме, тогда, да, тогда на нее все будут ссылаться. Есть примеры таких статей, которые, когда автор просто один в этой теме, и ты в любом случае ссылаешься на то, что он пишет, даже если тебе не нравится. Ключевые слова, это немножко другая штука, это то, почему мы, как мы рубрикуем эту статью. То есть вот когда она загружается в библиографические базы данных, вот к тому, как ее привязать и к какой выдаче по поиску, по каким ключевым словам эту статью потом будут искать, вот для этого вам нужны именно грамотно сформулированные ключевые слова к статье. То есть, условно, когда вы ищете, если брать наши базы данных в какой-нибудь Киберленинке или там в каталоге РГБ что-нибудь там поусловно. Я сегодня читала лекцию по славянофилам, поэтому примеры будут из славянофилов. Там, я не знаю, условно, Юрий Федорович Самарин, то если в вашей статье есть ключевое слово Самарин, она будет в выдаче. Если ее нет, если этого слова там нет, то даже если вся ваша статья посвящена философии Самарина, ее не выдадут в списке выдачи тем, кто будет ее искать. Поэтому очень внимательно всегда продумывайте ключевые слова. Там должны быть хорошо, если там будут не какие-нибудь общие термины, типа там свобода, справедливость, что-то вот такое добро и зло, а что-нибудь, что выделяет именно ваш текст и отделяет его от всех остальных. Вот в чем именно специфика именно в вашей статье. Очень хорошо, если в ключевых словах это будет, тогда это будет видно всем, кто будет ее читать и кто, соответственно, будет ее искать. Опять же, имейте в виду, что несмотря на наши сложные геополитические обстоятельства, нас довольно много ищут и читают зарубежные авторы. И вот английские ключевые слова нужно в принципе сформулировать таким образом, чтобы люди вообще понимали, о чем это. То есть это должна быть терминология, которая релевантна английскому языку, а не то, как вы, например, считаете, должно переводиться это слово. Ну или если в дискуссиях, частью которой является ваша публикация, используется какой-то термин, то он обязательно должен быть в ваших ключевых словах, чтобы его могли найти те, кто будет потом это читать. Вот. Собственно, основная часть статьи, это вот как раз введение, собственно, основная часть и заключение. Где-то в некоторых изданиях просят, чтобы они были выделены отдельно. Мы как журнал просим не всегда, но если авторы это делают, ну окей, кому-то так просто комфортнее. В большинстве зарубежных изданиях просят, чтобы эти главы были отделены и еще довольно часто просят выделить методологию отдельно, тоже прописать. И уж если мы говорим про какие-то социологические статьи, где используются количественные исследования, методы исследования, или если мы говорим про статьи с описанием какой-то эмпирической базы, то тем более методология всегда должна быть прописана. И она должна быть прописана именно что где-то во введении. И вот если мы имеем дело с теоретикой, методологической статьей, которая посвящена, например, исследованию работы какого-то метода или приложимости какого-то метода, то собственно описание этого метода это как раз будет основной частью вашей работы. Основная часть работы заключения. В заключении иногда указывают, если есть дискуссии, которые есть в предметном поле по поводу этой тематики. Или если результаты исследования уже где-то обсуждаются, и вы об этом уже знаете, вот здесь в заключении как раз нужно обязательно об этом указать. Важная часть это то, что у нас иногда не пишут и не указывают и не считают нужным, это благодарности, ссылки на гранты, указаний авторов, которые или людей, которые в принципе причастны к созданию этой статьи, вот всех значимых других, на которых нужно сосаться. Иногда это бывает очень важно, когда мы говорим про ссылки на гранты, на исследования, на проекты и так далее, иногда это благодарности, которые, благодарности конкретным людям в помощи публикации и так далее. И отдельная большая боль нас всех это список источников и литературы, references, которые везде во всех журналах делаются абсолютно по-разному. Я говорю, что это большая боль для нас всех, потому что 90% людей делают их неправильно. Просто вот сразу можно сказать и все. Но это, видимо, имеет какое-то отношение в принципе к устройству человеческой психики, о том, что когда 10 людям дать один и тот же образец, вы получите 10 вариантов того, как его заполнили, и при этом правильным будет какой-нибудь один, в лучшем случае два. Это так делают все, просто все редакторы журналов смотрят на это, вздохнув, и у них либо есть специальные люди, которые переделают, либо они просят авторов доводить наконец это все до совершенства. Опять же, вот эта вещь наиболее прозрачна в любом журнале, в котором вы будете публиковаться. достаточно открыть одну статью, посмотреть, как она оформлена, и посмотреть то, что написано по этому поводу на сайте журнала. Скорее всего, там сказано все нужное, просто нужно внимательно прочитать. Вот, то есть, собственно, если мы говорим именно про структуру текста, то это какой проблеме посвящено исследованию, собственно говоря, в обведении мы отвечаем на этот вопрос, как мы это изучали, пишем либо в обведении, либо в отдельном разделе методы, в чем состоит наши собственные находки авторские, то есть это результаты, ну и, соответственно, что они означают, ну и каким образом это все оформлено, на кого и как мы сослались и так далее. Вот. А при написании статьи вы можете пользоваться самыми различными стилями цитирования источников, там могут быть разный порядок расположения ссылок, сносок и так далее, там есть у нас ванкуверская система, где там цифра по порядку в библиографии по порядку цитирования в тексте, там и список литературы по порядку цифры, есть гарвардская стилистика, где там фамилия автора, год выхода и так далее, есть наш ГОСТ, который вообще третья форма цитирования и так далее, всегда уточняйте в журнале, как должна быть оформлена библиография, то есть обычно просят переделать, если неправильно, но очень хорошо, если вы уже заранее это все сделаете и как правило в каждом журнале есть методические рекомендации по подготовке и оформлению статей, которым авторов просят следовать. не пренебрегайте тем, чтобы заглянуть на сайт журнала и посмотреть, что по этому поводу говорится, потому что, как правило, в журнале это все придумается не просто так, не потому что редакторам так хотелось, а потому что это связано с тем, как журнал индексируется в разных наукометрических системах, там в Скопусе, в Эпоффсайенсе, в нашем ВАКе, в Ринце и так далее, и оформление библиографии имеет отношение к тому, что требуется в релевантных для этого журнала о базах данных. Собственно, цитируя фильм, о чем говорят мужчины, иногда возникает вопрос, зачем? Собственно, вопрос, который не так прост, и ответ на него не так банальный, как хотелось бы, потому что, собственно, перед тем, как именно что начать писать статью, вы должны ответить для себя на вопрос о том, зачем вы это делаете. Во-первых, вам может очень хотеться опубликовать статью, это ваши научные амбиции, это может быть ваше желание поделиться с миром результатами вашего исследования, или это могут быть какие-то внешние причины, например, вы работаете в каком-то проекте и вас ставят перед необходимостью опубликоваться. Соответственно, от этого будет зависеть то, как будет продвигаться ваша работа и насколько вам будет хотеться сделать то, что вы делаете. Собственно, я начну с самой последней части, которую я выделила жирным шрифтом, потому что я не знаю, как все остальные студенты, но студенты высшей школы экономики об этом забывают регулярно. Перед тем, как решить подать куда-то статью, обязательно посоветуйтесь с научным руководителем. Всегда. Это пункт, который нельзя обходить вообще никогда. Поясню, почему. Во-первых, потому что научный руководитель может сказать вам, что вам вообще не стоит пока публиковаться, потому что, наверное, нет каких-то важных результатов, которые вы можете представить. Во-вторых, потому что если вы проигнорируете его, подойдите куда-то статью, она, например, окажется не очень хорошей, то, скорее всего, имя вашего научного руководителя так или иначе всплывет в связи с этим. Это раз. И научному руководителю будет неприятно, что с его именем связан какой-то плохой текст. Третье. Научного руководителя в большинстве журналов скорее всего спрашивают перед тем, как принять статью его или ее студента или аспиранта. Это норма научной этики. Если мы априори пока считаем студента или магистранта не самостоятельным исследователем. Это тот человек, которого пока только учат. Его квалификация еще не позволяет ему выступать как самостоятельной единицей. И в большинстве журналов, если они в принципе публикуют студенческие работы, я сейчас имею в виду именно взрослые журналы, а не чисто студенческие, не сборники работ конференций и так далее, скорее всего нужна будет какая-то устная или письменная рекомендация от руководителя, что он или она эту статью одобряют, дают рекомендацию на публикацию. Для чего это нужно? Для того, чтобы редакторы журнала были хотя бы минимально уверены в том, что это действительно научный текст, который имеет право быть опубликованным. что это не самостоятельно инициатива студента или даже аспиранта, например, который публикует в первый раз что-то, вообще не умея это делать и, соответственно, пишет эту статью не очень хорошо. Все-таки научный руководитель это человек, который должен эту статью как минимум сначала вычитать, каким-то образом отредактировать, поправить основные огрехи и, в принципе, дать после этого добро на публикацию. То есть, когда к нам приходят статьи студентов или аспирантов, мы предполагаем, что первичная вычетка этой статьи уже проведена. Поэтому не пренебрегайте этим пунктом. Научный руководитель вам для того и дан, чтобы помогать вам и советовать вам на этом пути. Вот. Так, лирическое отступление закончено. Возвращаемся обратно к нашей статье. Итак, мы с вами живем в культуре, в которой публикации это необходимая часть научной работы. Если вы считаете или хотите считать себя ученым или исследователем, вам в любом случае придется публиковаться. Мы не можем этого обойти и тем более мы не можем это обойти, если мы работаем в высшей школе экономики. Увы. То есть, нет надежды на то, что ситуация когда-нибудь изменится. И поэтому мы должны учитывать, что публикация в научном журнале это то, что позволяет представить и распространить в научном сообществе результаты наших исследований. Это, кстати говоря, довольно частая проблема некоторых авторов, даже вполне взрослых уже, когда они очень много рассказывают, например, на лекциях, когда они выступают на конференциях, но у них очень мало публикаций, и поэтому на них очень сложно ссылаться, и практически невозможно посторонним людям использовать те наработки, которые у них уже есть. Повторюсь, мы живем в культуре текста, и здесь мы должны всегда об этом помнить. Очень сложно сослаться на пост в Фейсбуке, но лучше бы, конечно, чтобы это была хотя бы заметка в каком-то научно-популярном журнале, ну или хотя бы уже статья. Если вы твердо решили, что у вас есть некоторое желание, намерение и силы на то, чтобы начать процесс публикации, вам нужно сделать несколько вещей. Во-первых, да, как бы первичный чекап, понять, есть ли ваши, у вас какие-то достижения, которыми нужно поделиться через публикацию. Здесь, опять же, повторюсь, вам в помощь ваш научный руководитель, который вам поможет и скажет, что именно, какую часть, например, вашей курсовой или там ВКР или какого-то другого материала, какого-то другой части вашего исследования может быть опубликована. Дальше выбрать тип публикации, то есть, что мы делаем сейчас. Это доклад на конференции, например, опубликованный, это тезисы, это статья или это что-то еще, это там участие в обзоре, это рецензия или еще что-то, что это будет. Соответственно, после этого вы выбираете журнал, который релевантен для вашей научной специальности и для уровня вашей работы. в большинстве университетов есть рекомендуемые для публикации списки. В высшей школе экономики тоже есть белый список вышки, там в четырех категориях, включающие и зарубежные топовые, и наши, и топовые, и нетоповые журналы. И в вышке, что гораздо более важно, есть черный список журналов, публиковаться в которых нежелательно и публикации вам не то, чтобы не полезны, а даже немножечко вредят. Если вы аффилированы к какому-то учебному заведению, посмотрите, что думает ваше учебное заведение или место вашей работы о том, где вы можете публиковаться. И никогда не выходите туда, где публиковаться нельзя. Вы можете считать этот журнал хорошим, правильным, вы можете не видеть, например, ничего плохого в том, чтобы заплатить за публикацию или там, я не знаю, использовать, публиковаться в журнале, который известен тем, что он там продает аффилиации в своих публикациях и так далее. Но поскольку, возвращаясь к первому пункту, публикация нужна, если она нужна не вам, как человеку, который не может не писать, а вам, как будущему исследователю, который будет аффилирован с этим университетом, то лучше заранее играть по правилам этого университета, либо искать себе место, правила которого вас будут устраивать. То есть, сначала, когда вам нужно только встроиться в эту систему, вам нужно будет понять именно правила и играть по ним. Ну и, соответственно, дальше вам нужно будет свериться с тем руководством для авторов, которые есть на сайте этого журнала, в которых прописана комплектация рукописи, в которых прописаны сроки и так далее, сроки, время рецензирования и так далее, и так далее, и убедиться, что оно вам подходит. То есть, если в вашей работе какие-то новые оригинальные идеи, которые хочется опубликовать, если, собственно говоря, смысл вашей публикации для уточнения, для нового исследования, для чего-то еще в вашей области, ну и не надо публиковаться, если ваша работа, например, какой-нибудь отчет или какой-нибудь доклад, который не имеет явно выраженного научного интереса, но вы считаете, что обязательно надо это публиковать, потому что, ну ведь работа же была проделана? Нет, работа может быть проделана, но она может не стоить того, чтобы быть опубликованной. Если ваша работа устарела, если она дублирует ранее опубликованную работу, если она, например, недоделана, совершенно явно еще сырая, и вам, например, ваш руководитель говорит, не надо пока ее публиковать, потому что не возьмут статью в таком виде в этот журнал. Не надо, скорее всего, идти против людей, которые более опытны в этом вопросе, потому что, во-первых, вам самим нужна хорошая статья для того, чтобы начинать вашу научную работу с каких-то хороших, правильных шагов, а во-вторых, потому что, если вы потратите время в первый раз в журнале на то, чтобы предоставить очень плохую статью, скорее всего, вас еще будете упираться, скорее всего, вас запомнят. И в следующий раз, когда вы предоставите хорошую статью, к вам уже будут относиться предвзято. Это может быть несправедливо, но такова жизнь, к сожалению. Собственно говоря, это некоторое дублирование того, о чем я говорила в прошлый раз, потому что вот это вот то, что делает именно автор. То есть выбор журнала, подготовка статьи в соответствии с требованиями, дальше будет, собственно говоря, рецензирование статьи, публикация статьи, продвижение статьи. Это то, в чем автор участвует, это то, за чем автор следит. И повторюсь, нужно изучить требования, и вот это я просто выделяю отдельно. Коллеги, никогда, пожалуйста, не пренебрегайте тем, что от вас просят редакторы и ответственные секретари журнала в комплекте к рукописи. Поясню почему. Например, если вы присылаете некомплект рукописи, например, там в статье нет аннотации, в статье неверно оформлена библиография, в статье не доделано еще что-нибудь, то, скорее всего, если это нормальное научное издание, вам напишут уважаемый такой-то, а у вас, значит, в вашем статье не хватает вот этого, вот этого, доделайте это, пожалуйста. Вполне возможно, что у ответственного секретаря или у другого человека, который отвечает за журнальную переписку, время до вашей, руки до вашей статьи дойдут, например, через неделю после получения вашего письма, еще пару дней он потратит на то, чтобы собраться и ответить вам, и того, где-то через 10 дней вы получите ответ о том, из редакции, которая будет состоять в том, что поданный вами материал не соответствует требованиям, которые предъявляют журнал к публикациям. И вы начнете этот процесс заново, потратив еще какое-то время на доработку, снова пришлете, после этого вам снова ответят. Это время. Это время, которое тратится совершенно зря. Вы тратите свое время, и вы тратите чужое время, то есть людей, которые будут читать вашу статью. Если вы сомневаетесь в том, правильно ли оформлена рукопись, правильно ли все сделано, напишите по адресу, который указан как контактный на сайте журнала. Это касается и наших журналов, и зарубежных. Скорее всего, вам помогут и подскажут. На сайте e-library.ru и на сайте e-lzivir.ru есть рекомендации по подготовке и оформлению научных статей, там их можно скачать и посмотреть. Они, в общем, довольно подробно расписывают, как, собственно говоря, работать с этими самыми, с ГОСТами. Вот. Собственно говоря, что отличает хорошую статью от плохой? Хорошая статья несет какое-то понятное, полезное и, главное, вызывающее научный интерес послание. То есть, в ней должно быть что-то, что заставляет нас ее читать. Когда мы видим текст, в котором в четвертый раз автор повторяет то, что он уже до этого сказал в других статьях, это плохая статья, ее с большой долей вероятности либо не возьмут, либо потом не прочитают. Если это студенческая статья, а не статья именитого профессора, то ее, скорее всего, даже не будут рассматривать. Жизнь несправедлива, опять же, но профессор уже немножко заслужил своим статусом, чтобы на его статью хотя бы посмотрели. Вот. А еще у них обычный плохой характер. Вот. Дальше. Она результаты выстроены логически, логично. Она написана понятным языком, и в ней, в принципе, понятно, о чем идет речь. Не заставляйте людей, которые будут читать вашу статью, угадывать, что именно вы имели в виду. Если не говорите о том, что получены кое-какие результаты, или там, как говорится, в прошлых наших работах, и как бы здесь автор многозначительно умалчивает в каких, ну поставьте ссылку на прошлые работы. То есть протестируйте свою статью, прочитайте ее вслух, либо дайте почитать людям, которые мало что смыслят в вашей теме. Если у них возникнут вопросы относительно того, что, ну, как бы, не в том, что они согласны или не согласны с вами, а в том, что они просто не могут понять, о чем идет речь, и в чем, собственно говоря, состоят ваши результаты, и что хотел сказать автор, ну, наверное, статью лучше все-таки перечитать. Потому что статью вашу будут потом читать другие люди, и претензия о том, что статья написана непонятным, нелогичным, непрозрачным языком, с предложениями по 4-5 строчек, с обилием цитирования, кавычек, кавычек двух типов, с использованием еще параллельно еще чего-нибудь. Это претензии, которые могут быть основанием либо для отклонения вашей работы, либо для того, чтобы эту самую работу отправить именно на переделку. Поэтому хорошая статья, это статья, которая интересно написана, и в которой понятно, в чем ее, собственно говоря, научное содержание. Возвращаясь к тому, что было сказано ранее, не пренебрегаем аннотацией, потому что довольно большое количество статей смотрится именно по аннотации. То есть, во-первых, они смотрятся по тому, как оно оформлено. То есть, если, например, у журнала есть четкие требования к тому, в каком формате, в каком стиле, каким шрифтом и так далее, если мы открываем статью, которая оформлена совершенно не так, но с большой долей вероятности ее просто отклонят, не читают. Я, поскольку сама так делала, то я знаю, о чем говорю. Я отправляю такие тексты автору с просьбой переделать в соответствии с требованиями журнала. Это просто первая основная претензия. И в этой статье из аннотации понятно, о чем идет речь. А когда аннотация написана интересно, то все остальное содержание может быть даже не настолько интересным. И здесь мы, опять же, вспоминаем то, что вам всегда говорят по поводу курсовой работы, что читают введение и заключение. Читают аннотацию, читают первую страницу или первую половину страниц и читают заключение, смотрят библиографию, потому что по библиографии мы можем понять, собственно говоря, насколько автор вообще в теме вокруг своего исследования, насколько он в принципе понимает, насколько он вообще понимает, в чем идет речь. И если автор, например, не ссылается ни на кого кроме себя или в принципе не ссылается ни на кого, ну это вопрос о том, насколько это в принципе научная статья. Собственно говоря, момент, на который не всегда обращают внимание, но это то, о чем я не могу не сказать, это про то, за что автор несет ответственность за то, что он должен делать, как бы, что должно быть сделано при подготовке статьи. То есть, во-первых, это понятно, что мы говорим про самостоятельно написанный текст, мы с вами уже живем в эпоху искусственного интеллекта, и это все еще важно. То есть, вы представляете результаты собственного труда, вы пишете их самостоятельно. В некоторых журналах уже есть уточнение относительно того, что там, скажем, описание, например, эксперимента может быть сделано с помощью искусственного интеллекта, потому что он, может быть, описывает это лучше, чем мы с вами, но в любом случае интерпретация результатов это наша. Дальше. Уточняйте, пожалуйста, допустимый процент заимствований. Вы можете либо сами прогнать работу через антиплагиат, либо попросить это сделать вашего научного руководителя, но в любом случае на сайте журнала и в редакционной политике есть упоминание того, какой процент заимствований должен быть. У нас на это смотрят не всегда строго, но в многих зарубежных изданиях, если ваша статья не соответствует минимальному уровню заимствований, ее могут просто не рассмотреть. Это будет reject именно на этапе подачи статьи, и вы, скорее всего, не сможете подать этот текст второй раз. Это, кстати говоря, у нас тоже может быть. Дальше. Корректно оформленный текст, в котором есть библиография, в котором есть ссылки на всех автоучастников, если у статьи несколько авторов, там все награнты и так далее. Как правило, тоже на сайте журнала есть чек-лист, по которому нужно сверять все, что нужно. Мы, как журнал, как правило, отправляем авторам вдогонку к статье, после получения статьи еще отдельную информационную карточку автора. это связано не с тем, что мы такие формалисты, а с тем, что мы просто отчаялись дождаться от людей того, чтобы они с первого раза оформляли правильно все данные о себе. И даже эту информационную карточку автора, которая представляет собой таблицу, которую нужно заполнить, не все заполняют правильно. Это особенность, видимо, человеческой психики, на нее тоже нужно делать скидку, но постарайтесь, пожалуйста, просто делать это верно. Когда редактор или ответственный секретарь получает текст, в котором есть все, что ему нужно, вся информация об авторе, все корректно оформлено, оформлено именно так, как мы это просим, а не как привык автор публиковаться в других местах, мы испытываем чувство большой человеческой благодарности к этому автору и относимся к нему гораздо более лояльно, чем ко всем остальным. Просто потому, что когда ты видишь что-то подобное, то у тебя возникают две мысли. Во-первых, этот человек уважает чужой труд. Это очень важно всегда. Он доставляет минимум неприятностей, он делает все так, как от него просит сразу. А во-вторых, это вменяемый автор, который в состоянии оформить текст правильно. Потому что, как правило, если человек не в состоянии оформить результат своего труда корректно, то у него будут большие проблемы и с содержанием статьи, с тем, чтобы его мысль была достаточно связанной. Потому что, как ни странно, это оказывается очень связанными между собой вещами. Следующий, четвертый момент, это то, что текст подан только в один журнал. Это очень важно. Во многих журналах даже не рассматриваются статьи, если они поданы куда-то еще, если они опознаются где-то вот как в какой-то системе, как тоже находящиеся на рецензировании. Не надейтесь, что редакторы и ответственные секретари не общаются друг с другом и у них нет возможности выяснить эту информацию. Она у нас есть. Поэтому эта штука имеет отношение к этике, но если вас здесь поймают за руку, особенно если внезапно выяснится, что пока здесь шло рецензирование ваш текст был опубликован в другом месте или текст незначительно отличающийся от того, что вы опубликовали здесь, вам дадут черную метку и сюда больше не возьмут. Совершенно точно. Потому что это значит, что от автора в следующий раз можно ожидать каких угодно сюрпризов, вплоть до того, что он может, ну, например, подать там не свой текст, там, я не знаю, с большим процентом заимствования и так далее, аккуратно говорю я. Вот. Следующий безумно важный момент, которым у нас редко учат, но о котором всегда нужно помнить, это соблюдение норм деловой переписки и сроков выполнения работ. То есть вы удивитесь, какое количество людей не сопровождают подачу материала в журнал словами «Здравствуйте, уважаемая редакция, я присылаю вам свою статью, я такой-то, я, значит, вот». А просто присылают файл. Это очень странно, но очень многие люди почему-то так делают. Не делайте так, это неправильно. И даже потому, что просто для того, чтобы ответить этому человеку, тебе нужно вообще заглянуть в этот файл, посмотреть, кто ты человек, зачем ты нам пишешь, что ты нам прислал, хотя бы зовут тебя как. И для этого уже нужно совершать лишнее телодвижение, открывать этот файл, смотреть что-то. И, в принципе, нужно ли тебе это, может быть, проще сделать вид, что вы вообще не получали это письмо. Ну и подождать, пока человек каким-то образом научится писать и напишет хотя бы «Здравствуйте». Вот. Это очень важная штука, не пренебрегайте ею. И если вас в журнале просят сделать что-то к какому-то времени, может быть, даже очень быстро, то лучше это делать. Потому что то редакционный процесс это, конечно, очень плановое мероприятие, в котором задействовано очень много участников, но там иногда бывают форс-мажоры, которые требуют от нас работать очень быстро. И тогда очень классно, когда автор отвечает на письма сразу, делает то, что от него просят, и как-то вот помогает нам работать, потому что, в конце концов, мы все работаем для того, чтобы этот текст был опубликован. А если автор, например, не отвечает на статью, на письмо в течение одной-двух-трех недель, ну, вполне возможно, что когда он на него ответит, выяснится, что, например, его опубликуют не в этом номере, который там выходит через три месяца, а, например, в следующем, потому что другие люди уже ответили, на его место поставили кого-то другого. Это реальные ситуации, и они имеют отношение именно к тому, что нам, ну, как во время технической работы над материалами, нам важно понимать, что производственный процесс будет идти без сбоев. А если автор пропал, то мы не знаем, может быть, он совсем пропал и передумал. Он же не отвечает никак. Ну, и последние два пункта здесь – это отсутствие конфликта интересов. Вот это очень важно. То есть, например, вы не публикуетесь, например, в вашей статье, например, нет информации, нет результатов, которые, например, проплачены кем-то. Скажем, вы, ну, там, я не знаю, условный социолог, который публикует, например, что-то посвященное, там, я не знаю, исследованию того, чем бензин одной марки лучше, чем бензин другой марки. Я сейчас заведомо придумываю примеры, которые не, это самое, которые не имеют отношения к нам, чтобы никого не обидеть. А вам выясняется, что вам заплатили производители одной марки бензина. Это неправильно. И вот за это ответственность несет именно автор, а не журнал. У журнала, скорее всего, есть по этому поводу какой-нибудь пункт на сайте, но в любом случае, если выяснится, что вы опубликовали текст, в котором навязчиво или ненавязчиво, специально или не специально, например, обидели лучшего друга или, наоборот, врага вашего научного руководителя, и у него, у вас, у редакции из-за этого возникают проблемы, проблемы будут в первую очередь у вас. Следите за тем, чтобы такого не было, или если вы это допускаете, просто предупредите редакцию о том, что вот здесь, например, это критический ответ на кого-то, чтобы редакция просто была в курсе. Потому что редакция может быть не в курсе этого конфликта и совершенно не захочет подставляться. Такие случаи тоже были, и иногда просто отказываешь в публикации, когда говоришь, нет, вот давайте вы будете сводить свои счеты где-нибудь в другом месте, а мы это публиковать не хотим. И убедитесь, если вы публикуете какие-то иллюстративные материалы, данные каких-то исследований, еще что-то, что у вас есть разрешение на публикацию. Я часто привожу в этот пример, но у нас в вышке был случай, когда люди выложили припринт, по-моему, не то на сайт, не то что-то, а исследование, из-за которой им должна была быть огромная надбавка, они его выложили на сайт университета, а в журнале его на тот момент еще не опубликовали, а, соответственно, журнальная система опознала этот текст, как уже опубликованный на сайте, им отказали в публикации на этом основании. Публикации не было, соответственно, надбавки у всех слетели, был большой скандал. Убедитесь, что все, что вы, например, публикуете в своей статье, на все это у вас есть разрешение, что это, например, не планирует опубликовать ваш научный руководитель или другой специалист из вашей научной группы, который занимается чем-то подобным и, например, тоже хотел бы, например, опубликовать результаты этого исследования, если вы работаете не один, а в составе коллектива. Вот чтобы просто все результаты были именно вашими или если они результаты коллектива, что у вас есть право на публикацию. Поскольку в Вышке у нас довольно много людей, которые работают в разных научных и научно-учебных научно-исследовательских группах, я об этом тоже говорю, просто потому что иногда об этом забывают. Ну, мы же все работали, вот я написал статью. А выясняется, что вообще-то там у руководителя группы, например, были другие планы на публикацию этого исследования, например, для монографии или еще для чего-то. А сейчас это уже опубликовано и уже нельзя. И вот это те вещи, которые Вы, как авторы, должны обязательно учитывать. Вот. В завершении работы здесь же, это еще не завершение моего доклада, но я уже, честно, скоро заканчиваю. То есть, коротко, проверить еще раз работу перед тем, как отправлять, вычитать, проверить опечатки, проверить все разделы статьи, что все нужные вещи на своих местах, попросить коллег или руководителя посмотреть Вашу работу и, соответственно, дальше отправлять уже материалы в редакцию, не забыв приложить нужные документы, если они требуются. Например, сопроводительные письма руководителя или еще что-то, или там что угодно, редакция бывает разная. И после этого Вы отправляете работу в редакцию и начинается, собственно говоря, вторая часть рабочего процесса. У меня осталось всего два слайда и не очень много времени, поэтому я довольно коротко уже дальше расскажу. Штука, которая вызывает, наверное, больше всего сложности, это процесс рецензирования, потому что не все понимают, что он собой представляет, зачем он нужен и чем он, собственно говоря, являться не должен. У нас в большинстве изданий используется процесс так называемого двойного слепого рецензирования, когда и рецензенты не знают, чья это статья, и автор не знает, кто читает его статью. А почему рецензентов два? Потому что довольно часто бывает ситуация, когда у кого-то из них есть конфликт интересов с автором, или, например, кто-то слишком критичен, или, например, кто-то очень предвзят, или что-то еще, и всегда нужно второе мнение. Если мы получаем рецензии, в которых мнения рецензентов более-менее совпадают, скорее всего, это более-менее релевантное мнение относительно статьи. Если мы получаем рецензии, в которых мнения расходятся радикально, один говорит, что это очень хорошо, второй, что это очень плохо и надо переделать, то, как правило, берется третий рецензент, которому статья дается еще раз, и вот его мнение будет уже склонять чашу весов в пользу того или другого. Эти вещи, как правило, прописаны на сайтах журналов, потому что, повторюсь, это то, к чему вызывает больше всего вопросов. Рецензирование – это первичный фильтр, через который проходят все статьи. Почему? Потому что, как правило, у журнала есть редколлегия, иногда на редколлегии даже обсуждаются все материалы, не все это делают, но многие. Но, как правило, в редколлегии невозможно собрать всех специалистов по всем направлениям, которые публикует журнал, если это не какое-то узкоспециализированное издание. Мы ищем рецензентов, которые будут специалистами в этой теме, которые при этом не будут напрямую связаны с автором, и желательно, чтобы они вообще не работали в одном университете с ним, чтобы его не знали. Но это специалисты, которые будут оценивать то, насколько, в принципе, этот текст меняемо написан, насколько он публикабелен, важен ли он, и поскольку они в целом в теме, о которой пишут автор, насколько эта статья вообще важна. Может быть, она и хорошая, но, например, она повторяет уже все то, что много раз сказали в этой области, и, в принципе, тогда у редакции будет вопрос в том, а нужна ли нам эта статья. Она может быть хорошая, но она не будет нести себе ничего нового, ну и тогда вполне может быть, что ей откажут именно на этом основании. Рецензенты дают рекомендации по тому, что можно доделать или переделать в статье. Иногда ловят каких-то мелких блох, например, там где-то поправят терминологию, там написание или перевод имени автора, или укажут, что, а вот, например, вышла еще такая, такие статьи, или там, например, была конференция по этой тематике, и вот хорошо бы автору еще посмотреть. А вот на это вот он зря, например, ссылается, потому что это уже устаревший материал, и им, в принципе, уже не пользуются. Ну и, в общем, если вот такого много, то вопрос в том, а насколько автор вообще хорошо разбирается в своей теме, насколько он, в принципе, его текст стоит опубликовать. Чего рецензент не делает и не должен делать? Вернее, они это постоянно делают. Но то, в чем мы всегда стараемся удерживать. Рецензент не дает практической рекомендации по переписыванию статьи. Он этого не должен делать, потому что, хотя он довольно часто хочет, но если вы получаете подобную рецензию, то довольно бессмысленно спрашивать у редакции, а расскажите мне, как мне переписать мою статью. Вот вы пишете, что вот здесь там на это ссылаться нельзя, что вот здесь тема не раскрыта, заключение не соответствует, например, общей теме статьи и так далее. Как мне ее переписать? Так вот, ответ на вопрос о том, как вам переписать статью, не входит в компетенцию редакции издания. Редакция указывает вам на недостатки, которые есть в статье, суммируя, соответственно, отзывы рецензентов, иногда добавляя что-то от редакции, но тем не менее. Что делать с этими замечаниями, как переписывать, это ваше дело как автора. И, соответственно, если у вас есть руководитель, то руководителя, консультанта или еще кого-то. Очень многие приходят после получения отрицательных рецензий с тем, что ну расскажите мне, как мне переписать статью. Этого никто не делает и делать не должен. И мы, соответственно, никогда не отвечаем на подобные вопросы. Ну, вернее, мы на них отвечаем, говорим, что мы не даем таких рекомендаций. Мы можем дать рекомендации, если статья формально не соответствует требованиям. Например, в ней не прописано введение или не оформлена библиография. Тогда мы говорим, что вот у нас есть требования к оформлению, вот, пожалуйста, вы можете им следовать. Но если претензии именно содержательные, то нет. Либо вы их понимаете, либо вы с ними не согласны, или вы их не понимаете, но тогда, наверное, вам просто в другой журнал. Ну и, соответственно, рецензиант не должен писать статью формата. Автор написал плохо, а вот я бы написал лучше. Не надо так делать. Если вам дают статьи на рецензирование, или если вы получаете такие рецензии, это плохо. Это значит, что рецензент не справился со своей работой и почему-то считает себя вправе писать статью за автора. Если он хочет ее написать, пусть он ее напишет. Если вы получаете подобные рецензии, если ваша редакция, в которой вы подаете публикацию, настаивает на этом, то у вас есть два пути. Либо действительно переписать статью, либо просто уйти, потому что, возможно, это вежливая форма отказа. Вот такое тоже может быть. Но вообще рецензент не должен брать на себя такие функции. Мы с этим постоянно боремся, потому что очень многие суперответственные, прекрасные люди хотят переписать статьи за автор. Вот это в них есть, к сожалению. Ну и когда вы получаете рецензии на статье, если в них есть серьезные, большие, сложные замечания, то, опять же, у вас, как авторов, есть два пути. Согласиться с замечаниями, переписать статью, отказаться, сказать, что вы не согласны, редакция ничего не понимает в моей теме, я не буду отдавать вам статью, все, я обиделся, я ухожу. И третий момент. Вы можете написать отдельно аргументированный ответ на замечание рецензента. Это приемлемо. И, в принципе, мы, например, довольно часто это публикуем. А когда автор, отвечая рецензенту, говорит, что, простите, например, в задачи моего исследования не входила та критика, вот то, в чем меня обвиняет рецензент. Например, там, я не знаю, у нас есть там какой-нибудь пять томов исследования чего-нибудь, и я исследую то, что автор писал, например, только во втором томе, и поэтому бесполезно задавать, как бы критиковать меня за то, что я не пишу ничего про второй, третий и там все остальные тома. Это должно быть прописано во введении, это должно быть прописано в аннотации, и если рецензент по какой-то причине этого не видит или считает, что вы должны обязательно написать вот-вот про это, вы можете написать аргументированный, вежливый ответ на адрес редакции. Скорее всего, редакция вам об этом скажет, но если не скажет, спросите. Вполне возможно, что это можно сделать, и тогда редакция, обсудив эту идею, вполне может считать, что вы правы, что претензии рецензента, например, не обоснованы. Или, например, он, скажем, статья уже достаточно хороша, а рецензент хочет, чтобы это была супер статья, которая прям вот невероятно хороша. Редакция может решить, что достаточно хорошей статьи, им уже, в общем, достаточно, и не надо доводить ее до идеала и до совершенства. Поэтому, если вам есть что аргументированно ответить на замечание рецензента, обязательно это сделайте. Это вот такая вещь, которую многие, опять же, про нее либо не знают, либо пренебрегают, но нам это обязательно нужно. Вот. Ну и, собственно говоря, третья часть, про которую я тоже обязательно скажу, которая иногда с нами наступает, это почему нам отказывают. То есть, собственно говоря, если с вами соглашаются, если вашу статью принимают, то далее вам человек, ответственный за публикации, говорит, что происходит с этой статьей дальше. Например, она уходит на корректуру, и тогда после этого вам либо пришлют корректуру, либо уже пришлют ее в верстке. Дальше от вас могут попросить какую-то дополнительную информацию, но в любом случае дальше запускается публикационный процесс, и вам, скорее всего, называют сроки, когда ваша статья выходит. И вот это, кстати говоря, тоже важная штука, ее не вредно уточнить заранее. То есть, например, вы подаете статью сейчас осенью, и как бы в случае положительного ответа можно заранее об этом спросить, а когда она будет опубликована? Потому что я, например, совсем недавно прислала письмо коллегам из вышки о том, что в следующем году мы уже не будем публиковать статьи коллег из вышки, кроме тех, которые уже приняты к публикации сейчас. То есть все, которые сейчас уже прошли или проходят рецензирование, которые уже точно запланированы. Потому что вполне может быть, что у журнала уже набран портфель, например, на следующий год, или у них есть лимит на публикации, скажем, коллег из своего университета. Он есть у нас, например, он есть, и он очень жесткий. И, собственно, сейчас мы его на следующий год уже выбрали. Поэтому вполне может быть, что вам скажут, сейчас ваша статья к Новому году пройдет рецензирование, а публикацию мы вам обещаем в первом номере 25-го года. И здесь вопрос в том, достаточно ли у вас, можете ли вы столько времени ждать, или вы хотите опубликоваться побыстрее. Это, в общем, легитимный вопрос. Его всегда стоит задавать, когда вы подаете текст на публикацию, потому что ответ вас может неприятно удивить. Вполне возможно, что вам нужно будет в какое-то другое место. Но, кстати говоря, в зарубежных изданиях год ждать публикации – это нормально. Быстрее могут опубликоваться суперновые результаты каких-то исследований. Я знаю, что в медицинских журналах, когда начиналась пандемия, все, что касалось ковида, опубликовалось очень быстро. Во-первых, потому что это была суперактуальная информация. Во-вторых, потому что она обеспечивала журналу цитирование. То есть, если, например, у нас есть какая-то интересная, суперактуальная тема, которая очень хорошо подходит к текущей повестке, например, эту статью вполне могут взять очень быстро, буквально в ближайший номер, если успеют с рецензированием, потому что она по какой-то причине очень нужна журналу прямо сейчас. Ну вот хороший пример у нас сейчас. У нас сейчас довольно шустренько прошли рецензирование англоязычной тексты, потому что они нам были очень нужны в четвертый номер журнала. Он англоязычный. Поэтому даже те, кто, например, прислал статьи летом, они успевают в четвертый номер, хотя вообще-то не должны были бы. Но поскольку англоязычный номер нам нужен, то мы их опубликовали очень быстро. Редакционная политика – да, вот так. Поэтому всегда спросите, почему и когда будет опубликован ваш текст. И второй момент касательно журналов. Если вы подаете статью в журнал, в котором, например, на протяжении, скажем, номеров последнего года там публикуются одни и те же люди, например, из числа редколлегии, или просто одни и те же люди, с большой долей, я не буду сейчас называть эти журналы, но это неважно, с большой долей вероятности вам там публикации придется ждать очень долго. Потому что, скорее всего, там две очереди. Одна для своих друзей, знакомых, родственников кролика, а вторая для всех остальных. И, опять же, если вам нужно опубликоваться именно в этом журнале, вполне возможно, что если у вас или у вашего научного руководителя нет там хороших знакомых, ходов, выходов и так далее, вы будете ждать долго. Что возвращает нас к одному из первых слайдов – посоветуйтесь с научным руководителем. Ну и, собственно говоря, последнее, о чем я скажу. Грустное, но важное. Потому что отказы – это важная часть нашей с вами научной работы. У всех нас, наверное, когда-нибудь тексты не брали на публикации. И чем дальше, тем больше их брать не будут. Чем больше вы их будете писать, тем больше, скорее всего, брать не будут. Это процентное соотношение просто. Отказы – это нормальная часть научной жизни. Скорее всего, это не имеет отношения лично к вам, а к тому, что, например, статья не относится к тематике журнала. Очень многие рассылают статьи просто не глядя на то, какие статьи обычно в журнале публикуются. Но поэтому таким людям просто приходится отказывать, потому что, ребята, извините, но это совсем не наша тема, скажем. Иногда здесь, в том, что я зашифровала не по теме журнала, а я еще зашифровала идеи о том, что, например, автор не тех политических убеждений или, например, не тех каких-то других убеждений, как все остальные люди, которые публикуются в этом издании. Поэтому, например, если вы там, условно, правый консерватор, который идет в левый журнал, вероятнее всего, вас не возьмут, вежливо ответив вам, что кому-то статья не подходит. Просто имейте это в виду, и поэтому полезно посмотреть, кто и о чем публикуется в этом журнале, чтобы просто не тратить свое время зря. Отказать могут, когда формат не соответствует руководству для авторов. И если автор категорически не в состоянии переделать текст по требованиям, это серьезная проблема. А качество статьи вызывает вопросы, и это выясняется по итогам рецензирования. То есть, когда оба рецензента единогласно говорят, что, ребята, ну это плохо, то, скорее всего, редакция согласится и скажет, что это reject, это отказ, и мы просим прислать новую статью, опять же. Неадекватный ответ рецензентам. Если в ответ на получение рецензии мы получаем большое письмо, в котором рассказывают нам о том, кто мы, куда нам надо пойти, и кто мы, значит, с нашими претензиями, скорее всего, дальше вам либо не будут отвечать, либо уже ответят, что извините, нам с вами не по пути. Опять же, вы удивитесь, насколько часто встречаются подобные обиды. И еще иногда бывает вот то, что я вынесла в пункт общая неадекватность авторам, а здесь я перечислила некоторые вещи, но иногда бывает, скажем, другое, когда вы присылаете человеку рецензии, в которых есть либо рекомендация к отказу, либо, что чаще, к серьезной доработке. И автор замолкает и больше не отвечает на ваши письма, например. Ну, вы ему через некоторое время еще недоуменно пишите, а вы получили мое письмо? И все. В ответ на это молчание, которое мы интерпретируем как оскорбленное, ну, либо нежелание дальше с нами коммуницировать. Вот так тоже делать не надо, потому что жизнь наша, в том числе и ваша научная жизнь, длинная, и вполне возможно, что вы придете в этот журнал снова, либо будете коммуницировать с этими людьми еще раз по каким-то другим вопросам. Отвечайте на письма. Хотя бы да, спасибо, получили, там да, очень жаль, что так, ну и так далее. Что-нибудь. Пусть вас запомнят как человека, который вежливо ответил на последнее письмо. Вам это, во-первых, зачтется в карму, во-вторых, может пригодиться в дальнейшем. Также основанием для отказа может быть недостаточный уровень знания языка, если это требуется. Например, когда у нас, скажем, нам тут опять же плохо приводить в пример себя, но тем не менее, приходилось отказывать людям, которые подавали статьи в англоязычный номер либо на очень плохом английском, либо на русском языке с тем, что ну давайте, у меня интересная статья, давайте вы ее переведете. Нет, говорим мы, мы не будем никого переводить и как бы редактировать вот именно каждое слово, но, наверное, тоже не будем. То есть если вся статья полностью переведена этим самым гугл-переводчиком, ну с ней уже сложно что-то сделать. То есть это в любом случае ответственность автора. И вот здесь могут отказать просто на основании того, что, ребята, очень плохо, так делать не надо. И если вы, например, подаете статью заново, не исправив там того, что у вас попросили исправить, тоже могут отклонить просто сразу без этих самых, как бы без каких-то тем самым. Без каких-то сложностей. Но, повторюсь, отклонение текста – это, в принципе, не катастрофа, это нормальная ситуация, когда по какой-то причине ваш текст не подходит конкретному изданию. И больше того, совершенно не факт, что если текст не подошел одному изданию, то он точно так же не подойдет и другому. А потому что там могут быть другие требования, совсем другие правила и так далее. И вполне возможно, что если вас где-то не любят в одном месте, то я думаю, что это не повод совсем забрасывать этот текст. Если вы и ваш научный руководитель считаете его хорошим, то всегда есть возможность попробовать другой раз. Я всегда призываю пробовать опубликоваться еще где-то, не ограничивая себя только лишь одним изданием. На этом я заканчиваю свою часть выступления и завершаю запись. Дальше, если будут какие-то вопросы, я рада на них ответить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.